А у нас литёшка Сакура. Вид на Капитолии. Там горы начинаются. День обалденный, погода классная. Травка зеленеет, солнышко блестит. В прямом смысле этого слова. Весна пришла. Вот смотрите, какая трава зелёная. Очень классно на улице и вдалеке горы. Мои любимые. Весна-то уже наступила, но у меня в запасе ещё два видео, которыми я бы хотела с вами поделиться. И они с той поры, когда на улице ещё лежал снег. Это начало весны. Так что не забывайте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и продолжайте смотреть. Надеюсь, вам будет интересно. Всем привет! Приглашаю вас сегодня всех со мной на экскурсию по центру города. Вот. Но мне ещё предстоит до центра добраться, потому что это не такое лёгкое дело. Нужно взять автобус, а потом пересесть на тракс, трейн, такой трамвайчик, который довезёт меня до центра. Сегодня офигительная погода, солнце светит. Выходишь из дома и сразу горы со всех сторон. Вон, кто-то с ближайшего супермаркета докатил тележку прямо до дома. Кстати, да, так люди делают. Там тоже на противоположной стороне стоит тележка. Вот. Такие нехорошие люди. Они есть везде. Автобус подойдёт примерно минут через 25. Номер 213. Вот сейчас мне его надо дождаться. Вот. А пока у меня такой классный вид на горы. Там едет школьный автобус. Тут таких автобусов много. Жёлтенький. Скулбас. Что бы вы могли подумать, я всё ещё жду свой автобус. Мне ехать в автобусе 12 остановок, а потом пройтись нужно будет пешком. И потом опять 12 остановок, но уже на трамвайчике. Так что центр города находится далековато. Теперь ждём трамвай. Здесь можно купить билетики, но я пользуюсь мобильным приложением. Он будет где-то через минуту. Линия электрички проходит по не очень живописным местам. Кстати, да, трекс, наверное, лучше назвать электричкой, нежели трамвай, как я его называю. Но зато отовсюду видны горы, и это очень красиво. Сейчас начало весны, ещё лежит снежок. Видно, что город строится, расширяется, множество новых зданий. И здесь планируется постройка второй кремниевой долины. По плану проект будет называться Silicon Slopes, что в переводе будет означать что-то вроде кремниевый спуск, кремниевый холм. Ну, в общем, у слова Slopes очень много различных значений. Так что вот так большие компании ищут здесь свои преимущества. Приехала в Даунтаун. Здесь находится большой торговый центр City Creek. Много магазинов. Ну, и здания сами уже меняются. Больше таких больших зданий. Ощущение большого города. В нашем городке, который рядышком Salt Lake City, Midvale, в основном такие или квартиры, или частные дома, небольшие постройки. Здесь здания уже исторические, старые. Музеи. Я сейчас выйду на Temple Square. Здесь вы увидите, вот там большой храм мормонов. Вот здесь вот можно взять в прокат велосипед, попить воды, если хотите. Нет, сейчас, видимо, не работает. Здесь тоже платите за велосипед, получается, и катайтесь, если у вас нет машины. Салт-Лайк-Сити, город мормонов. Вот. Я не мормон, сразу скажу, чтобы вопросов не было. Ну, они построили очень такую красивую площадь. Как-нибудь сделаю обзор. Полный обзор. Это мормонский храм. Я сегодня пришла сюда без особой цели, но планирую пройтись по магазинам. И вот как центр города в Салт-Лейк выглядит летом. Здесь можно посетить главную историческую площадь Temple Square и знаменитый храм мормонов. Вот вы сейчас видите его. Также можно посетить Family History Library и найти данные о своей родословной. Мормоны собирают огромное количество генеалогической информации со всего мира. Я также пробовала найти что-то из истории своей семьи, но данные по России и по Казахстану сохранены только до 1917 года. А вот сейчас на видео появился торговый центр City Creek. Знаменитый мост Sky Bridge, который соединяет две части торгового центра. И сверху у него находятся раздвижные панели, которые иногда открывают. Здесь такой прикольный фонтанчик. В общем, такие брендовые вещи можно здесь взять. Вон там вот Rolex. Спустимся вниз. И я думаю, что пора бы мне перекусить. Вот так классно здесь вечером. Суперски. И людей, главное, немного. Пока я сидела, читала и кушала, уже потемнело. Фонтанчик начал работу. Вот, огонь пошел. Ну, еще выглядит достаточно так необычно. Вода и огонь. Две такие стихии, которые пытаются друг друга побороть. Я первый раз в жизни вижу такой фонтан. Именно вот с комбинацией вода и пламя. Что мне нравится здесь, так это отношение к природе. Например, этот ручеек, он и протекал в этом же самом месте. И тянется на протяжении одного километра. Вокруг него просто построили торговый центр. Его облагородили. Запустили туда рыбок. И теперь это пешеходная зеленая зона. Здесь, кстати, есть пакетики. Вот в таких местах вы можете найти пакетики для собачьих кокусик. Ну, в общем, все хорошо, цивилизованно. И думают о братьях наших меньших, не только о людях. Гуляешь и поражаешься, что кругом такая тишина. Такое классное, уютное место. Если зимой станет холодно, можно прийти и погреться. Вот здесь вот. Даже диванчики поставлены специально. А здесь можно посмотреть, как пройти к интересующему вас магазину. Очень-очень-очень удобно. Я хочу пойти в Forever 21. Кстати, это не иней на стеклах. Это такой рисунок, сделанный под иней. А вон там Forever 21. Вот я туда и пойду. Надо сказать, что я ненавижу ходить по магазинам часами. И когда куда-то иду, уже мысленно представляю, что я буду покупать. Но этот торговый центр мне нравится именно тем, что здесь можно прогуляться. Некоторые бутики здесь двухэтажные. И вы в любом случае найдете, что посмотреть или купить, даже если вы не шапоголик, как я. Люблю кроссовки. Оставляйте комментарии, кто хочет такие же кроссовки. В Солт-Лейк-Сити много горнолыжных курортов и статуя лыжника. Видимо, как символ. И девушка катается на коньках. Сюда очень хорошо приезжать зимой. Много развлечений можете найти. Заканчиваю свое видео таким романтичным видом на пожарный гидрант. Спешу на трекс. Не забывайте подписаться на мой канал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в следующий раз. Спасибо, что были со мной.